Большинство тех, кто приезжает в Бахчисарай, они посещают две такие самые главные достопримечательности, а про красивые места забывают, хотя природа здесь не просто уникальная. Вы посмотрите, какие горы окружают этот городок. Мы сейчас находимся в самом старом центре, так он называется Старый Город. Есть новый город, но мы в старой части его. Мы идём в долину, которая называется Ашлома-Дире. Эта долина окружена вот такими вот скалами и уходит вглубь. Это самая окраина города, улица Басенко, если вдруг кому интересно, где территориально находится эта долина. Здесь уже последние домики, а дальше только горы вот эти вот и ведущая вдаль одинокая дорога. КОНЕЦ 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 Итак, одна из главных достопримечательностей Бахчисарая — это Свято-Успенский мужской монастырь. Как вы видите, здесь очень много туристов, и сегодня мы тоже идём туда. Это пещерный город, и там в пещерах, вот монастырь, увидим сегодня всё своими глазами. Весь город очень колоритный, прям южный такой настоящий городок, узкие улочки, домики такие необычные. Нужно, конечно, прогуляться обязательно по нему, чтобы понять, что вообще он из себя представляет. Даже вот все эти кафешки, все в таком, можно сказать, даже арабском каком-то стиле. И будем заходить на территорию. Вот уже всю дорогу попадаются такие вот здания, которые всечены в пещеры. Я думаю, нас ещё ожидает впереди много чего красивого и интересного. В самой глуши, далеко-далеко от монастыря прячется пещерный город. Лавочка, где можно посидеть. Там глубоко и такие штуки, чтобы поднимать, но нечем только. А кружка для чего-то, да. Ну, видимо, раньше работала источник. Ничего себе! Очень глубокий явно. Смотрите, как интересно уже подходим к самим скалам. Илюша, смотри, не упади! Не получается, подкакивайте! Ну вот, всё, выше и выше, и вид становится красивее. Вот уже около самих пещер можно туда зайти, посмотреть. Камень такой очень мягкий, очень мягкий камень, ничего себе окошки. Посмотрите, какая интересная структура у этого камня. Просто очень необычно. Просто очень необычно. Мы попали на территорию пещерного города Чуфут-Кале. Стоимость билета взрослого 200 рублей. И будьте внимательны, что здесь только наличка, потому что связи здесь нету. Смотрите, какие интересные пещерные комнаты. Смотрите, какие интересные пещеры. живет заходи в гости ого это так необычно да выглядит вообще такие комнаты и вид панорамный на горы ого то улице города около зданий вверх так поднимаешься нет но я не могу перестать удивляться какое интересное место длинные таинственные улицы города чуфуткале куда интересно они ведут вообще гробница мавзолей о господи какой сейчас будет красивый вид ничего себе это такая красота как высоко деревья будто бы высажены так ровненько ровненько дороги а ну да может быть вдоль дорог может поэтому кажется но явно рукотворные надо высота и там уже виднеется сам город окраина его здесь на вершине открывается такой красивый вид прям невероятно окошко такое маленькое спускаемся куда-то вниз какое-то супер темное помещение это целая квартира какая какое эхо тут зал двуэтажная квартира целая дом мы подошли к усадьбе писателя археолога который занимался изучением крымских караим видимо здесь он и жил и здесь он и жил и здесь он и занимался наукой обратите внимание что и дорога и стены и сам дом построен из одного и того же материала из камня 87 лет 87 лет прожил 87 лет прожил 87 лет прожил и остались следы от колес настолько вот мягкий камень что посмотреть какие борозды огромные вот это дом вот папа говорит здесь жил вот это да вот это сделано ого вот этот монастырь выточенный в скале и вот она территория этого монастыря и наверху часовня лестницы до самого верха до часовни очень длинная но посмотрите какой вид открывается и вот в этом ущелье и находится угодье этого монастыря не очень там дьяволя а там все и все и по и и и Ну что ж, вот так вот закончилось наше трехдневное путешествие в Крым, это были невероятные эмоции, это были самые интересные места, нам это путешествие запомнится надолго, я надеюсь, что вам тоже понравились видео, поэтому обязательно пишите свои добрые комментарии и подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, и мы с вами увидимся в новых роликах. Всем спасибо, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок